Решение насущных проблем сельчан остается главной задачей в работе председателей сельских советов. Конечно, это не отменяет другие хлопоты, однако вопрос благополучия людей всегда должен быть на первом месте. С целью конструктивного диалога между представителями власти и жителями деревень в Реческом районе проводится День депутата. Во время выездного заседания народные избранники вместе с руководителями местного и районного уровней находят точки соприкосновения для разрешения самых острых проблем. Очередная такая встреча состоялась в Защобьевском сельсовете. Собравшиеся провели прием граждан, во время которого выслушали каждого желающего и постарались найти ответы на волнующие вопросы. Кто-то просит помощи по хозяйству, отремонтировать забор или привезти овощи. Других волнует расписание движения общественного транспорта или предоставляемые льготы. По словам участников Дня депутата, такие приемы необходимы для того, чтобы помочь решить большинство проблем на месте и не переносить их на районный уровень. То, что если возможно сделать, значит нужно приложить все усилия для того, чтобы это сделать. А если те, которые действительно решить возможно на месте, то же самое или грядирование, или уличное освещение, или телефонная связь в последнее время и по телевидению, если у нас некоторые сбои были, почему бы сразу не выходить, не решать и устранять эти причины на корню? День депутата только приемом граждан не ограничился. Среди мероприятий и посещения выставки творческих работ Светланы Брель. Уже несколько лет, в свободное время, она занимается бисероплетением. Лучшие из творческих произведений Светланы Брель неоднократно экспонировались в Реческом районе. Однако главным своим призванием женщина считает воспитание детей. Я приемный родитель. У меня детки приемные есть. Теперь данный момент один, а так было два. В этом году одна девочка вышла уже, она поступила в Мозырь. А так занимаюсь днем, конечно, детьми. Ну, также хожу к своим избирателям. Важный момент – демонстрация проводимой работы по благоустройству населенных пунктов. С этой целью участники Дня депутата направляются на улицу Дружбы. Здесь каждый жилой дом имеет свой особый стиль. Для того, чтобы поддерживать идеальный порядок, местные жители даже решили устроить конкурс на самый ухоженный подъезд. Без дипломов и наград исключительно на интерес. Везде у нас были в свое время жилые поселки, которые на данный момент переданы под ЖКХ. И, в принципе, они все были в идеальном состоянии. Были традиции по их уборке, были традиции по их обслуживанию. Приучали мы жильцов. Не обходит стороной депутата и вопрос работы местной торговли. Сельские магазины должны соответствовать самым высоким требованиям, которые предъявляются и к городским торговым объектам. Это касается предлагаемого ассортимента, условий хранения товаров, обязательного контроля за тем, чтобы на прилавки не попали просроченные продукты, а также оказания услуг по личным заявкам покупателей. По заявкам с населением обязательно мы работаем. Если люди обращаются по определенному товару и просят привезти, то мы стараемся выполнить их заявки. На базе этого магазина недавно он переоборудован, переоснащен, сделана полностью открытая выкладка. Вот что вы видите представлено. Ну, конечно, товарооборот, это повлияло очень хорошо, товарооборот у нас возрос. Люди приходят, говорят о том, что им стало удобней, о том, что они видят товар, о том, что они могут посмотреть, выбрать, постоять. Поэтому я думаю, что это притягивает покупателей. По итогам Дня депутатов в Защобьевском сельском совете все участники получили важный опыт для своей дальнейшей работы. В первую очередь это касается приемов граждан. Большинство вопросов депутаты должны решать на местах и только в исключительных случаях обращаться за помощью к вышестоящим руководителям. Людям необходимо перестроиться в работе с населением. Именно информационная работа. И чего греха таит? На сегодняшний день не все депутаты доходят в своих избирательных округах до жителей. И зачастую вот эти жалобы, которые бывают небольшие, которые решаться должны на местном уровне, они почему-то не всегда видят понимания населения, избирателей. В каждом населенном пункте есть свой депутат, есть свой помощник. И если мы будем доходить до каждого жителя, просто подойти и спросить, как твое настроение, как твое здоровье, какие тебе волнуют вопросы, проблемы не только у тебя, а вообще в населенном пункте. Бесспорно пристальное внимание депутата каждому человеку, проживающему на его территории, повлияет не только на снижение общего количества обращений, но и на укрепление авторитета местной власти. Погодные условия в этом году позволили довольно рано начать работу по наведению порядка на земле. В преддверии празднования 70-летия Великой Победы это особенно актуально. К началу мая в агрогородках и селах должен быть наведен идеальный порядок. В Ровенско-Слободском сельсовете вовсю кипит работа. Занимаются уборкой гражданских кладбищ, покраской заборов, озеленением территории. Одинаковое внимание уделяется как центральным, так и второстепенным улицам. В первую очередь мы обратили внимание на состояние населенных пунктов. Причем привлекали граждан не только для наведения порядка на своих придомовых территориях, но и на территориях общественного назначения. Скажем, что в основной своей массе люди понимают и достаточно активно участвовали в наведении порядка в населенных пунктах сельского совета. Ну а в настоящее время основные работы проводим по наведению порядка уже на гражданских кладбищах. Большая работа проводится и возле местного храма. Причем с инициативой выступают сами жители. Люди трудятся на клумбах, занимаются посадкой новых растений. В планах облагородить и расположенную рядом детскую площадку. Я, конечно, желал, но даже мечтать не мог. Когда нашлись такие инициативные люди, которые жертвуют своим временем, то, конечно, мы двумя руками поддерживаем и, конечно, благодарим их за эту помощь. Они совершенно безвозмездно это все делают. Только для того, чтобы церковная территория была в надлежащем виде и красивой, и, значит, хорошо украшена. Территория сельсовета примечательна и большим количеством малых архитектурных форм. Различные животные, сказочные герои украшают дворы и улицы. Жительница Ровенской слободы Алла Шатицкая признается, создание различных фигур из дерева и пластика – ее любимое занятие. К своему хобби приобщила и мужа с детьми. Дело это непростое и отнимает немало времени. И все же каждая новая работа вызывает у мастерицы чувство радости. Особенно, когда ее творчество получает положительные отзывы от соседей и прохожих. Приятно. И кто-то приезжает, смотрит, как это делается, расспрашивает. Недавно тоже приезжали, остановились. Тоже позвонили, я вышла и рассказала. С наступлением весны активным благоустройством занимаются и хозяева Агроусаде Барического района. Так что комфортные условия обеспечены каждому, кто решит посетить край белорусских нефтяников. Только так. Любой бизнес может быть успешен, скажем так. Поэтому хотелось привлекать больше людей, чтобы предоставлять более комфортные и уютные условия. Чтобы человек приезжал, отдыхал действительно душой и телом. Чтобы ему было хорошо и в доме, ему было хорошо и на территории. И так как у нас еще рядом находится река, мы занимаемся благоустройством не только своей территории, но, естественно, и той тропочке, куда ходят наши люди к реке, мы там тоже занимаемся благоустройством. Убираем по весне сухие ветви, сжигаем листья. Визитная карточка агротуристического комплекса, что расположился в деревне Береговая Слобода, рассказывает его хозяйка Лариса Смольская. Уютные номера и экологически чистая окружающая среда. А еще традиционная белорусская кухня. Здесь готова предоставить самый широкий выбор национальных блюд. Несколько агроусадеб находятся и в деревне Милоград. Одна из них принадлежит Людмиле Мыстковской. Более 10 лет она занимается выращиванием декоративных растений. А потому внешний вид усадьбы сразу обращает на себя внимание. В ландшафтном дизайне органично сочетаются малоархитектурные формы, живописные пруды и бассейн с экзотическими рыбками. А вот отдохнуть и душой и силом можно, посетив банный комплекс, где есть сауна и русская баня. У нас усадьба выходит к реке. То есть здесь, пожалуйста, если нужно, мы тут сотрудничаем с нашим местным населением, рыбаками. Они покажут, где ловить, как, на что и где, как удобнее. Если нужно, погребы, пожалуйста, свозим, свозим. И даже можем договориться на лошадях. Здесь у нас местные телеги есть, можем прокатить вас. Никакой проблемы в этом нет. Если нужно, и на конезавод свозим. В целом, сегодня на территории Реческого района развитию туризма уделяется значительное внимание. Так за последнее время отмечается рост количества оказанных экскурсионных услуг. На Реческой земле немало мест, которые вызывают интерес у туристов. Задача сегодняшнего дня – все это сохранить и приумножить. Помнят и чтут речечане и военную историю своего района. Вероломные фашистские агрессоры во время Великой Отечественной войны оставили на этой земле пепел от 92-х сожженных деревень. Не счесть человеческие жертвы той войны. Однако доблесть местных жителей, в совокупности с героизмом и мужеством солдат Красной Армии, помогли выстоять в самый непростой период истории белорусского народа. О трагедии прошлых лет сегодня напоминают многочисленные памятники и музеи. Но самое главное – это живая память очевидцев тех ужасных событий. Теме патриотического воспитания в Реческом районе уделяют особое внимание. Победитель районного конкурса «Ученик года» Татьяна Сивуха признается, самой сложной и волнительной для нее стала подготовка к этапу состязаний, посвященному именно Великой Отечественной войне. Один из этапов был – мне нужно было записать видеозвуковое письмо «Солдатам Великой Победы». Надо было рассказать мою значимость о победе, то, что прошло 70 лет. Ну и мы сделали мини-постановку. Я рассказала о том, как важно для меня, что эта победа, как для меня важна, и свое отношение к ветеранам. В городской школе номер 6 уроки патриотического воспитания всегда вызывают у учеников неподдельный интерес. А все потому, что детям не просто рассказывают о войне, но и наглядно демонстрируют ориаритетные вещи времен Великой Отечественной. Более 30 лет в учреждении образования действует музей 58-го гвардейского штурмового авиационного полка орденов боевого красного знамени и Суворова. Данный полк принимал самое активное участие в освобождении от немецких оккупантов города и района. История создания музея началась в 1982 году, когда в школе прошло собрание с участием ветеранов. В то время партийные наши руководители решили показать эту школу-новостройку. Ну и в актовом зале ветераны провели собрание, и тут они решили на этом собрании, что надо бы в городе, который мы освобождали, надо сделать, чтобы хоть в какой-нибудь школе был музей летчиков. И решили, что мы вам поможем, там документами, фотографиями, вещами, которые остались, мы вам поможем и давайте сделаем музей. И мы начали работать над этим музеем. На протяжении двух с половиной лет шла длительная и кропотливая работа по сбору материалов. В газете «Вечерняя Москва» даже опубликовали заметку с просьбой откликнуться всех желающих. Заинтересованных оказалось довольно много. Общими усилиями собрали большое количество экспонатов, фотографии, официальные документы, агитационные листовки и плакаты, скульптуры, одежду и редкие экземпляры оружия. Официальное открытие состоялось в мае 1985 года. На 40-летие Великой Победы. Как вспоминают очевидцы, первая экскурсия буквально до слез тронула ветеранов. Люди, познавшие на горьком опыте саму страшную войну в истории человечества, не могут вычеркнуть воспоминания о ней и сегодня. Я вспоминаю свою молодость. Она выпала на тяжелые времена. В 43-м году сожгли наш район, в том числе и мою деревню Светская. 14 июня 43-го года внезапно прилетел самолет, обстрелял, и все кругом гремит, горит. И видим, что, значит, все такая участь посченит и нашу деревню. Весь народ, благо у нас лес близко, речка, убежал между речью, спрятались, но все, что было, нажито, все уничтожено. Встреча с ветеранами для нынешней молодежи – это всегда уникальный опыт, возможность получить ценные знания и мудрое наставление. Задача – достигнуть такого положения, чтобы ваш труд был оценен не ниже тех, которые завоевали вот это время, в котором вы прекрасно живете. В деревне Ровенская Слобода местные жители гордятся своей памятью. Именно такое символичное название получил историко-мемориальный музей. Люди бережно хранят память о своем прошлом и передают ее детям и внукам. Экспозиция музея представлена в нескольких отделах. Белорусская этнография, история деревни, боевой и трудовой подвиг жителей. Особого внимания заслуживает отдел, посвященный Великой Отечественной войне. Наиболее ценные экспонаты здесь – капсулы с пеплом сожженных деревень. Рядом иллюстрации боевых действий. Экскурсии проводятся в полумраке для того, чтобы создать особую атмосферу. Это, конечно, заслуга нашего бурьяка Николая Григорьевича, нашего учителя истории. Это он, это он сам как ветеран войны, он был в этом заинтересован. Да и материалов-то действительно у нас много, чтобы было открыть музей. Много. Много людей, люди помогали очень много, много воспоминаний. У нас и рукописи, очень много рукописей. Экспозиция музея постоянно пополняется. Часто раритеты приносят местные жители, в том числе и школьники. Сотрудники музея утверждают, что для ребят вовлеченность в такую работу имеет двойную пользу. Когда во время экскурсий они видят принесенные ими же экспонаты, их интерес к получению знаний значительно возрастает. Очень здорово, что у нас в деревне есть такой замечательный музей. Здесь всегда можно посетить, узнать много интересного. Всегда персонал нам очень интересно рассказывает. И все-таки нам, молодому поколению, очень важно помнить о этой страшной войне и помнить на долгие-долгие годы. Два года назад в Речице открылся первый в республике музей воздушно-десантных войск имени Василия Маргелова. Экспонаты рассказывают об истории воздушно-десантных войск и спецподразделений СССР, а потом СНГ. Парашютная техника, средства связи, патроны, оружие и многое другое. Инициатор создания музея Владимир Гобров уверяет, что многие из представленных здесь экспонатов не встретишь в аналогичных музеях других стран. Я много где был в Белоруссии и в России. В том числе и в России не все можно увидеть, что есть у нас находится. Например, вот этот параштист разведческого специального значения. Это уникальный экспонат, который вряд ли еще в ближайшее время где-то появится. Тот же боевой дельфин со всем снаряжением. Ну, по боевому дельфину могу сказать. Это наши друзья с Севастополя, которые когда-то служили военными океанарями. Они к нам приезжали в Речесовый музей в гости. И вот по нашей просьбе привезли нам то, что одевалось на боевого дельфина. Музей воздушно-десантных войск нередко становится центром проведения уроков мужества и встреч с ветеранами войны. В преддверии празднования 70-летия Великой Победы в Реческом районе планируется множество различных мероприятий. Одно из наиболее знаковых пройдет на территории Глыбовского сельского совета. Ровно 50 лет назад здесь был создан курган славы, в который заложили капсулу с посланием для потомков. На данный момент точное место захоронения неизвестно, но уже сейчас развернуты работы по поиску этой исторической ценности, которые должны завершиться в самое ближайшее время, чтобы 9 мая послание из капсулы представили местным жителям, а в основании кургана заложили новую капсулу с пожеланиями для будущих поколений. Мы подключили и коллектив школы, и детей, и все, и у местных старожилов спрашиваем, где конкретно она находится. Ну, я считаю, что найдем еще есть время и будем искать. И для нашей территории совета это, конечно, я считаю, большое такое патриотическое воспитание. Конечно, при подготовке к торжествам не забывают и о главных героях, без которых праздник не был бы возможным – ветеранах Великой Отечественной. При этом помощь, которую им оказывают накануне праздника – неразовое мероприятие. На протяжении всего года к пожилым людям приходят школьники, работники социальных служб, чтобы помочь по дому и просто пообщаться. Софья Филимонова на недостаток внимания никогда не жаловалась. Вот и сейчас в ее квартире многолюдно. Гости собрались поздравить женщину с ее 90-летним юбилеем. Спасибо вам за вашу жизнь, за ваш подвиг, который вы совершили в годы Великой Отечественной войны, за ваш подвиг, который вы совершали после, постанавливая разрушенное народное хозяйство. Да, имею в виду, да. Софья Филимонова родилась в деревне Васильки, где живет и сейчас. На ее долю выпали тяжелые жизненные испытания. Суровое военное время не щадило ни мужчин, ни женщин. Однако Софья Степановна своим героическим примером доказала, что и представительницы слабого пола способны на большие подвиги. На фронт она ушла добровольно, в совсем юном возрасте. Мне было 18 лет. И надоело нам при немцах там лазить потом в лес. И уже когда погнали этих фрицев, мы собрались, солдаты заезжали туда, у леса. Ну и говорят, нам надо вот работники белье стирать. Ну и мы по пять девок собрались и уехали в Гим. Оказывать помощь ветеранам и воздавать заслуженные почести за героизм – священный долг каждого гражданина нашей страны. Ей не столько надо на сегодняшний день. Наша некая такая помощь, какие не хватает общения. И вот эти люди, как и София Степановна, они в основном ждут, когда мы придем, чтобы больше пообщаться. Дети, вот наши школьники, они всегда приходят. Если там ничего нет, они с ней беседуют. Либо, что она им может дать какое-то задание – сходить в магазин за продуктами. Максимум протереть пыль. Время неумолимо движется вперед. И, к сожалению, уходят герои, сражавшиеся за мир, свободу и независимость. Сегодня практически с каждым месяцем их становится меньше. В Реческом районе их осталось чуть более 200 человек. Мы проводим сейчас работу по увековечению памяти практически всех ветеранов войны. Те, которые ушли, к сожалению, из жизни. Каким образом это изготовление их портретов. Ветераны уйдут, и те митинги, те мероприятия, которые мы проводим с ветеранами, они будут пусты, они будут без ветеранов. Но, по крайней мере, мы очень бы хотели, чтобы на этих митингах дети держали портреты своих дедов, прадедов. Великий подвиг советского народа бессмертен. И даже если герои уходят, память о них остается. И задача нынешней молодежи – сделать все возможное, чтобы героическая история народа не угасла во времени. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова